Продолжение следует... То первый месяц года весенний, Нисан, в этом месяце мы празднуем праздник Песох или Пасхи, тогда Шивот будет вторым по порядку праздником, а Суккот или праздник Кущий будет третьим паломническим праздником. А если придерживаться современного еврейского календаря, когда мы празднуем Роша-Шана, то есть Новый год осенью, то Суккот, праздник Кущий, будет первый по счету, дальше Песох второй и Шивот третий. Но тема прошлой и сегодняшней программ, не какой именно он по счету, а как мы к нему относимся. Мы сегодняшние мессианские евреи. Я не думаю, что у нас есть, у мессианских евреев есть какая-то общая точка зрения на Шивот, потому что, как вы знаете, наверное, там где два еврея, там три как минимум мнения. И это, кстати, по-моему, не так уж страшно. Но, в общем, поэтому и по этой причине я в этих программах представляю свое личное отношение к Шивот, отталкиваясь главным образом от того, что говорится об этом празднике в Священном Писании, то есть и в Танахе, и в Новом Завете. Тараза поведает праздновать этот праздник, и поэтому я не вижу никаких оснований его игнорировать. Сегодня, конечно же, нет храма, и Господь Бог при этом по-прежнему есть, и Он по-прежнему выводит хлеб из земли, как мы говорим в традиционном еврейском благословении. Амуци лехем минха арец, выводящий хлеб из земли, мы говорим так о Боге. И поэтому с нашей стороны, по-моему, будет очень правильно отделить вот этот день, как заповедует Тара, для того, чтобы благодарить Господа Бога за Его попечение, заботу о нас, за то, что Он обеспечивает нас и пищей, и вообще всем, что нам нужно. Как мы именно делаем это, это, по-моему, уже второй вопрос. Понятно, что храма уже нет, и мы не совершаем никаких жертвоприношений, но есть семьи, есть общины, есть какие-то традиции, напоминающие нам о временах, когда храм еще был. Это что касается чисто еврейской составляющей празднования Шивот. Теперь поговорим о мессианской составляющей. Единственная книга Нового Завета, в которой упоминается Шивот, это описание деятельности посланников Мессии Ишуа, то есть книга деяний апостолов. И события, описанные в ней, происходят после воскресения Ишуа из мертвых. И первая глава книги охватывает промежуток времени между Песохом, то есть воскресением Ишуа и Шивот. Там говорится о том, что воскресший Ишуа являлся своим ученикам на протяжении сорока дней, беседуя с ними о Царстве Божьем. Под конец этого сорокадневного периода, во время одной из таких бесед, он велит апостолам не отлучаться из Иерусалима, но, дальше я цитирую, ждать обещанного отцом дара, о котором вы от меня слышали. Иоанн омывал водой, говорит апостол Мишуа, а вы вскоре будете омыты святым духом. Реакция учеников на эти слова следующая. Господь, не в это ли время ты восстановишь самодержавие в Израиле? Сегодняшним пятидесятникам и харизматам, то есть людям, для которых омовение или крещение святым духом, это одна из самых близких и дорогих к сердцу тем, им бы и в голову не пришло связывать вот это переживание с Израилем вообще и с восстановлением в Израиле самодержавия в частности. Для них крещение святым духом вопрос, во-первых, сугубо личный, а во-вторых, чисто духовный. Однако для апостолов, как мы видим по их вопросу, это был совсем не личный вопрос, то есть не индивидуальный, а общественный, корпоративный, если так можно сказать. Он касался, в их понимании, всего Израиля. И также, как мы видим, этот вопрос был политический, а не чисто духовный. Они спрашивали о восстановлении самодержавия, то есть определенного государственного строя, если говорить современным языком. То, что сегодня этот вопрос многим христианам может показаться странным, показывает только одно, насколько наше мышление далеко от библейского. Вы скажете, почему же далеко? Читай дальше, ведь дальше ты увидишь, что сам Ишуа отчитал своих апостолов. Посмотри, что он им сказал. Не вам знать времена и сроки, которые установил в своей власти отец. Но когда сойдет на вас святой дух, вы получите силу и станете моими свидетелями. В Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и до самых пределов земли. Я не уверен, что Ишуа именно таким тоном отчитывал своих апостолов. Но стандартный учебник христианского богословия в этом месте именно отчитывает, или, если выражаться немножко помягче, журит. Журит еврейских апостолов за их узколобый национализм. Дескать, вы только посмотрите. Мессия воскрес из мертвых. 40 дней, на протяжении 40 дней, нон-стоп, общается с ними. Говорит о Царстве Божьем, то есть о возвышенных духовных материях. А у них по-прежнему одно на уме – самодержавие в Израиле. А? Ну, что это такое? Сколько можно все думать о своем, да еврейском? Не пора ли уже, наконец, расширить горизонты и поглядеть дальше за пределы гетто на другие земли и народы? Что же на это можно ответить? За одним числом все мы умны. Но попробуйте поставить себя на место этих рыбаков из Галилеи, которые, во-первых, выросли с представлением о неевреях, как о людях по определению нечистых. Откуда такое представление? Из Священного Писания, из Библии, которая у них была, из Танаха, из того, что христиане называют Ветхим Заветом. И сам Ишуа, между прочим, в этом отношении ничуть не отличался от своих современников. Напоминаю, когда к нему пришла язычница с просьбой изгнать беса из ее дочери, которая была одержима, что Ишуа сказал ученикам об этой женщине? Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. То есть, другими словами, я не буду ей заниматься. Она не еврейка, она не израильтянка, она не часть народа Израиля. Я не послан к ней. Она не моя забота. Дальше, когда она продолжает просить его, очень настойчиво, он уже, обращаясь непосредственно к ней, а уже не к ученикам, а к ней, говорит, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Конечно, знатоки греческого в этом месте вам скажут, что тут, там, в этом стихе употребляется то греческое слово, которое означает небольшого, такого грязного, лохматого, вонючего, злого пса, фу, противного, а маленького щеночка, маленькую собачку или щенка. То есть, так смягчить можно всю эту историю. Но факт остается фактом. Суть дела не меняется. И Шо назвал женщину-нееврейку собакой. Уж какой собака, это второй вопрос. И апостолы слышали все это, они присутствовали при этом. Поэтому совершенно неудивительно, что в 10 главе книги «Деяния апостолов» они были поражены, видя, как Святой Дух излился и на неевреев, то есть и на язычников. Причем точно таким же образом, как раньше, несколько лет до этого, на них самих он был излит. Это первое. Во-вторых, учтите, что они были воспитаны не в церкви и не на христианских проповедях, а они были воспитаны в синагоге и на еврейской традиции, которая, в свою очередь, в значительной части, в значительной мере, основывается на еврейской Библии, то есть, как я уже сказал, на Танахе. А Танах, что обещает нам Танах? Танах нам обещает, что потомок царя Давида однажды сядет на его престоле в Иерусалиме, чтобы царствовать над домом Якова вовеки. Другими словами, Библия обещает Израилю восстановление самодержавия под властью сына Давидова. Сын же Давидов — это Мессия, то есть, помазанник Божий. Это человек, помазанный святым духом. И этот Мессия совсем недавно сказал своим ближайшим ученикам, «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». Он, помазанник с большой буквы, сядет на престоле отца своего Давида, думают они. А мы сядем на своих маленьких престолах не просто потому, что нам так хочется, а потому, что он нам так сказал. Это не наша фантазия, это его слова. Мы сядем на своих маленьких престольчиках рядом с ним, но ведь и нам тоже, вероятно, рассуждали они, но ведь и нам тоже нужен тот же самый святой дух, которым помазан он, помазанник с большой буквы. Как мы можем быть судьями колен израилевых без святого духа? Вот что, скорее всего, было на уме у этих апостолов, и тогда вполне понятно, почему у них возник такой вопрос. Теперь, ответ Ешуа на этот вопрос состоял из двух частей. Первое. Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Здесь важно обратить внимание вот на что. Ешуа, то есть вопрос учеников, он был о чем? Он был о сроке восстановления самодержавия в Израиле. Они сказали, не в это ли время, Господь, ты делаешь такую замечательную вещь. И, соответственно, именно о сроке говорит в своем ответе им Ешуа прежде всего. Он говорит, что этот срок ученикам знать не дано. Другими словами, он не рубит на корню саму возможность восстановления самодержавия. Потому что восстановление Израиля, как суверенной державы, подвластной непосредственно самому Господу Богу через потомка царя Давида, это обетование Божье, и оно не подлежит отмене. Единственный вопрос, это срок исполнения этого обещания. Это важно подчеркнуть, поскольку традиционное христианское богословие всячески уходит от идеи восстановленного Давидова царства на земле, которая называется Эрец Исраэль. Ну что ж, на этом можно сказать только одно, тем хуже для него, то есть для христианского богословия традиционного. Перейдем ко второй части ответа Ешуа на вопрос его учеников. «Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и до самых пределов земли». Ученики правильно думали о Святом Духе, как о даре, который дается Богом для определенной цели, а не для развлечения. И во второй части своего ответа Ешуа проясняет вот эту цель. «Причем не на период, отдаленный период восстановления самодержавия в Израиле, а прямо на сейчас, на тот период, который сейчас начинается. Святой Дух, говорит он, дается ученикам для того, чтобы вместе с ним они получили силу быть его свидетелями всем людям, начиная с собственного народа. Но какое отношение все это имеет к празднику Швот, к нашей теме? Швот появляется на сцене вскоре, через 10 дней после этого разговора, то есть ровно в свой срок по еврейскому календарю, данному в 23 главе книги Левит, книги Ваикра. О событиях того дня, того праздника Швот, мы читаем во второй, в следующей главе книги Деяний апостолов. Там мы видим, что около 120 учеников Ишуа переживают сошествие Святого Духа на них, который проявляется видимым образом, как огненные языки, и слышимым образом, как шум сильного ветра, который наполнил комнату, в которой они находились, так называемую верхнюю горницу, и также слышится речь на иных языках. Однако здесь возникает несколько вопросов. Во-первых, что значит быть свидетелями Ишуа? Почему для этого, то есть для того, чтобы быть свидетелем Ишуа, нужна сила Святого Духа? Почему Святой Дух проявляется именно таким образом, в речи, которую сами говорящие не понимают? Почему это сошествие или омовение Духом произошло именно в Швот? Это что-то совершенно вообще новое для еврейских ушей, вся эта тема с омовением Святым Духом? Это может быть что-то чисто христианское, выдумая неевреями, какими-нибудь антисемитами? Или же в этом событии есть, как минимум, преемственность с Танахом? И, наконец, какое значение все это имеет для нас, живущих сегодняшних мессианских евреев? Начнем с вопроса о Швот. Почему именно в этот день происходит излияние Святого Духа? Согласно Тары, Швот — это праздник первых плодов. Однако, может ли быть, что плод вообще и первые плоды, в частности, это реалия не только сельскохозяйственная, но и какая-то больше одновременно? Ведь смерть и воскресение Ишуа во время празднования Песоха — это очень прозрачный намек на то, что пасхальный агнец знаменовал собой агнца Божьего, взявшего на себя грех мира, то есть мессию Ишуа. Так не может ли быть, что плоды земли, которые, то есть урожай вообще, это тоже некий символ? И если это так, то что именно он символизирует? Сам Ишуа часто говорил на языке символов. Своим первым ученикам, которые по профессии были рыболовами, он пообещал, что они станут перевокалифицироваться, если так можно сказать, станут теперь ловить не рыбу, а людей. Другой раз он сказал так, разве вы не говорите, еще четыре месяца и наступит жатва. Ну вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Что он имел в виду, говоря о жатве? Очевидно, людей, которые уверуют в него. И поэтому, когда мы читаем о том, что именно в Шивот, праздник первых плодов, к небольшой группе из 120 еврейских учеников Ишуа присоединяются еще 3000 израильтян, это не может не вызывать ассоциации с жатвой, точнее с начатками этой жатвы. Мы продолжим разговор о мессианском значении праздника Шивот в нашей следующей программе. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azis-media.tv